Они как бы сами появляются, но допустить это, власть может допустить или не допустить, вот то, что громят выставки, музеи, помните, там в Эрмитаж врывались погромщики. И эти погромщики, они теперь православные, религиозные, но раньше они были коммунистические и громили церкви с таким же успехом. Главное, что они погромщики, в принципе, это их психология. А чем они оправдывают, какой идеологии? Ну вот, они оправдывают всегда той идеологией, которую власть поддерживает. Если антирелигиозная идеология, значит, поддерживала коммунистическая власть, значит, громили церкви. А теперь власть поддерживает церковь, теперь громят не церкви, а музеи и выставки, художники, которые им не нравятся. Нравится им, не нравится, не имеет никакого значения, потому что главное, что они громят. Вот это надо понимать, что погромы устроят люди, которым нравится грабить, убивать, насиловать, ломать, уничтожать и так далее. Им это нравится. А чем они оправдывают там? Религиозной, национальной ненавистью или своими художественными вкусами. Это вопрос оправдания, а не вопрос, так сказать, той силы. И если власть допускает это, ну, значит, советская власть допускала и провоцировала погромы церкви, скажем, да? В царской власть были национальные погромы, ну, как известные, еврейские погромы, да? Эта власть допускала, давала возможность, оправдывала, не оправдывала, я даже не знаю. Но я не помню, чтобы при царской власти, при императорской власти были бы процессы над погромщиками. Никогда такое не слышал. То есть, может быть, да и, как бы, насколько, скажем, полиция царская ограждала граждан, соседей, значит, которых громили там, скажем, еврейские погромы. Были не только еврейские погромы, были там всякие, по национальному признаку. Саша, если вернуться всё-таки вот к нашей главной линии, про художественное влияние, из Масахыша там же был такой скачок в Строгановку. Нет, ну да, я просто после Масахыша шли вдвойне, в основном Суриковские, и поэтому до сих пор всюду так как бы бытовое название говорят Суриковская школа. Но она никогда не была Суриковской. Конечно, да. Училище называют по какой-то причине. Нет, может быть, была Суриковская училища. Она, вот у меня школьный билет, такой пропуск как бы, сохранился. Там написано Московская средняя художественная школа при Академии художеств СССР. Никакого упоминания Суриковского института. Но большинство шли в Суриковский институт. Как большинство из СМШ идут в Московскую консерваторию. Но часть идёт и в Гнесинск. У нас место Гнесинска было Строгановска. Строгановска имеет прикладной характер. И я уже старший класс. В 15 лет меня первый раз выгоняли из МСШ за формализм. Сейчас это просто понять невозможно. Что это такое? И как можно было 15-летнего школьника, притом я хорошо очень учился по специальным предметам, выгонять за то, что я привёз летом работы, которые, по мнению преподавателей, были нереалистическими. Они у меня сохранились. Что там нереалистического? Дело в том, что к этому времени уже соцреализм, вот такие идеологические идеологемы, такие как в церкви, они имеют всё время тенденцию сужения. Знаете, вот сначала, значит, ну как бы пришла мысль, что надо поститься, посты. Потом количество постов увеличивается, строгость тоже увеличивается. То есть всё время идёт движение, вот такой прогресс. Вот выдумали соцреализм, и мы видим, как в 30-х годах происходит унификация всей художественной жизни, которая была очень разнообразна. И сам этот стиль, он всё время сужается. И уже в 50-х годах, в общем, послевоенное время, он сузился, я не знаю, по-моему, присписывался даже ширина кисточки, как бы мазка. То есть вот всё больше и больше были ограничения в цвете, в композиции, в сюжетике, и в манере даже, так сказать. Не то, что в принципе реалистической манеры, а сюжеты вот такие, которые предписывала идеология. Но эта манера всё время сужалась. И, значит, ну, это было 15 лет, значит, 58-й год. Она была уже очень узкой. Хотя, ну, вот такой пик прошёл всё-таки. После 56-го года появились какие-то надежды на освобождение. И, собственно, оно произошло в большой степени. И в искусстве появились шестидесятники. Хотя сейчас, когда вот писатели, поэты, художники мало об этом говорят, вот, но кино и так далее рассказывают наши великие художники, ну, в смысле, в широком смысле, да, какие были идеологические рамки, препоны, сколько вырезали из фильмов, запрещали, клали на полку, ну, например, да, что делалось в театре, что делалось в музыке. Ну, музыке всё-таки было легче, потому что сам характер её был более абстрактный, да. Но всё равно было понятие и по постановлению ЦК и про музыку, и про изобразительное искусство. И я ещё помню про книжное искусство, там, про иллюстрации. Это было, во всём случае, в конце 50-х, в начале 60-х годов это ещё было. Ну, вот. А всё-таки личный опыт, он же всё-таки тоже для нас важен. Как бы, Саша, всё время говоришь про какие-то общие вещи, а мне кажется, что очень важно говорить про личный путь. Почему Строгановка, и что там-то встретилось? Ну, вот почему, во-первых, почему формалист я оказался? Да. И что меня выгнали? Это такой тоже для меня жизненный эпизод, очень яркий. Я бы хотел, если я когда-нибудь свою биографию запишу, что это было значительно, потому что, значит, уже к 15-ти годам я имел своё понимание изобразительного искусства, и оно отличалось от, так сказать, линии партии, да, то есть того, что было принято, и чему нас учили. Ну, учили нас, это была академическая школа, собственно, она была вполне на уровне 19-го века, и я отношусь вообще к этой школе с большим уважением, потому что нас учили вообще рисовать, как Рафаэль и Микеланджело, я не знаю, но при всех своих талантах и трудолюбии и устремлённости я должен сказать, что я не стал, не научился так рисовать, так совершенно и так гениально, как Рафаэль и Микеланджело, но, что уж точно я знаю, какие были гении эти художники, то есть постижение языка и понимания этого, и этих произведений. Вот в музыкальном искусстве это куда лучше, чем в изобразителе искусстве, потому что дети в 6-7 лет начинают играть Моцарта, Баха, Бетховена и так далее, Чайковского, то есть весь процесс обучения идёт на высочайшей традиции гениальной музыки. Поэтому исполнительство или игра это значит через себя молодой человек, который живёт через 300 лет после того, как это было создано и сочинено, он пропускает, поэтому для него Моцарт или там Бах или Вивальди или кто угодно Чайковский это сегодняшний день, сегодняшние его личные переживания, чувства и знания. И академическая школа это то же самое в том смысле, что нас учат понимать этого и я довольно поздно, я не помню, примерно уже, наверное, на шестом десятке я вдруг понял, что я вот в детстве проглотил Аполлона Бельведерского и Венеру Милоскую, что это во мне лежит, это вот мой взгляд, мое видение деформировано, организовано вот этими античными образцами, которые лежат в основе академической школы. Ну, это же прекрасно. А? Это же прекрасно. Да, это прекрасно. Во всем случае, вот сейчас, когда это дело разрушается, я вижу художников уже, так сказать, младшего поколения, которые хвастаются, что они не умеют рисовать, но мало того, что они не умеют рисовать, они не понимают, что для них митиномия, да ничто, они не понимают, в чем дело. Ну, просто не понимают. Вот, представляете, если бы музыкант не понимал, что такое бах. Нет, вот все они с детства учатся этому, и они это понимают и чувствуют. Ну, в силу своего таланта, своей энергии, своего, так сказать, и так далее, своей, такой, настойчивости, митиномия, но факт, что нет музыкантов, которые кончили музыкальную школу, а не кончив эту музыкальную школу, они не становятся музыкантами, вот в чем дело. А художников теперь становится, кончил филфак МГУ, и стал художником, рисовать не умеет, то, что он изображает, то, что, даже не то, что изображает, вот то визуальное произведение, которое создает, вот с точки зрения моего, это как бы полное ничтожество. Но он этого не знает и не видит, потому что он не понимает и он не знает традиции, вот, понимаете, это же культура, это традиция, это поколение, при том, одно поколение не зачеркивает другое, например, высшие античные скульпуры, греческое и римское ничего не создано. То есть, не то, что ничего не... Создано нечто другое, но нельзя сказать, что какая-то эпоха европейского европейского искусства выше, чем античная скульптура. Саша, а как же формализм? А? Как же формализм от этого произошел? А формализм произошел, ну, вот это трудно сказать. Вот мы исследуем. Это трудно сказать, это действительно, вот почему, дело в том, что вот мои одноклассники, друзья детства, вот с 11-12 лет, с которыми я дружу, и часть из них стала известными, я бы сказал, очень крупными, во всяком случае, русскими художниками, но в одном классе со мной учился Александр Косоваб, Саша Косоваб. это мой друг с детства, с 19 лет мы дружим, и до сих пор дружим. Вот, и Леонид Соков, Леонид Соков, значит, мы были одноклассниками, и мы дружили, мы вместе, это же целая жизнь, не то, что мы каждый день 8 часов, там, 6-8 часов проводили в школе и общались, там, в одном классе, да, но, и это элитные практики, ну, это как бы вся жизнь была связана, и потом и Леня, и Саша поступили вместе со мной в том же год, когда мы кончили, значит, в 61-м год, в Строгановку, и дальше мы учились в одном, вот, но, скажем, на класс меня младше учились инфанты, который тогда был не Франциско, а Николай, потому что испанские имена были тогда немодные, вот, явно видный русский художник, потом, значит, Татьяна Назаренко, академик живописи, и одна из лидеров, так сказать, такого направления, которое исторически называется «Левый мозг», Наташа Нестерова, замечательный живописец, очень известная, так сказать, это крупные своего поколения, ну, вот, нашего поколения художники, одни из самых лидеров, художников, ну, и старше меня там учились, и вот, то есть, я бы сказал, что уже так, на восьмом десятке, что очень большая часть, я думаю, не меньше половины крупнейших художников за эти 50 лет, притом разного характера и разного направления, то есть, и официального, академического, и соцреализма, и левого мозга, и неофициального искусства, вот такого искусства, которое было гонимо, запрещено, и воспринималось как просто враждебное, откровенное, к советскому государству, вот, это все мои соученики по школе, и мне приятно сознать, там, скажем, Илья Кабаков кончал эту школу, Юрий Злотников кончал школу, вот, на днях в пятницу отмечали 85 лет Владимира Андреенко, замечательного художника абстрактного, он тоже кончал, Масхша, вот, мой Андрей, мой друг Кроссулин, самых крупных русских художников, Андрей Кроссулин, кончал эту школу, то есть, ну, подсчитать, это надо уже, так сказать, считать, это вообще вполне возможно подсчитать, но я-то этим не занимаюсь и не занимался, но, вот, по жизни я вижу, что, по крайней мере, половина крупнейших русских художников и советских вышли из этой школы. А половина из 905, а другая половина из 905 года? Ну, может быть, да, я просто, поскольку это мои друзья с детства, или друзья, или просто знакомые, театральные, там, в разных областях, там, многие там, вот, Игорь Макаревич, например, он учился на класс меня младше, и мы с ним дружим со школы. А Булатов? А? Булатов, Эрик Булатов, по-моему, тоже кончил, да, но дело в том, что Эрик Булатов и, значит, и Кабаков, они на 10 лет меня старше, они 33-го года, я 43-го, и поэтому я их в школе не застал, и Андрей Красулин на 9 лет меня старше, а те, которые старше меня на 6-7 лет, я уже помню, потому что я был в первом классе, они кончали школу, но старших помнишь лучше, чем младших, вот, но и младшие сейчас, вот, встречаешь уже это, зрелые художники и так далее, и вдруг узнаешь, о, кончал школу, ну, уже, может быть, поступал тогда, когда я учился в Струбановке, или вообще уже, так сказать, любое поколение, но все равно, и я к школе отношусь с большой благодарностью, именно потому, что она, там, там была дисциплина не в смысле поведенческом, как раз в этом смысле дисциплины там, слава Богу, было не очень много, а дисциплина профессиональная, то есть, так же, как мы с КШ, с детства нас учили видеть, учили изображать, то есть, вот, и рука, и глаз, и традиция, и понимание, и изучение, все это было на, ну, вот, на таком глубоком и раннем, можно сказать, уровнем, начиналось, поэтому, конечно, уже вот с 11 лет я чувствовал, я понимал себя, как художника, еще не ставшего художника, но, что это моя жизнь, что я художник, так сказать, ну, еще не умеющий, научившийся рисовать с утра до вечера, я этим занимался, большим энтузиазмом, куда больше, чем, даже, хотя нам полагалось все время, так сказать, 4 часа в день классных занятий, и еще надо было домашних занятий, то есть, после школы надо было рисовать, а на следующий день приносить, показывать, что-то нарисовал, и там были задания, и также и в каникулы всегда были, ну, в общем, это была хорошая школа, для тех, кому это нравилось, конечно. А где же все-таки шаг в хромализм, опять мы его не нащупали? Ну, это действительно трудно сказать, но я вам скажу, что вот с 11 лет я почти каждый день ходил в Третьяковку, во-первых, после школы, потом я быстро понял, что если мне, например, за диктант грозила двойка, то можно просто перебежать, значит, переволок просто, не одеваясь, ничего, просто уйти, и на 45 минут уйти в Третьяковку, ну, бесплатный вход просто, проходил, и прогулять этот диктант, и не получить двойку, вот, так что, помимо этого, я, да, и в 13 лет, по-моему, значит, когда мои родители, в 56-м году моя семья, отца послали работать в Китае, и, ну, уехала вся семья, так надо было, это на несколько лет, а я забастовал, что если я уеду в Китай, как мне было по-важному, то я не стану художником, то есть, там же нет мыслей, а там было при посольстве русская школа, там, то есть, советская, и так далее, но совсем не художественная, и опять же, мои родители пошли мне навстречу, и определили меня в интернат, что было сложно, потому что интернат, школа была всесоюзная, и там учились со всего Советского Союза способные дети, которые сдавали экзамены, и, значит, там, потом жили в этом интернате. Интернат находился на верхнем этаже школы, и, но мне не полагалось, потому что я был москвич, значит, по формально не полагалось, правилам, я не мог поступить в интернат, такая была как бы ситуация сложная, но тогда мама позвонила Лидии Исааковой Небродской, художнице, и тоже академиком, и дочкой Исаака Бродского, который великий художник, который был как горький все равно, образователь соцреализма в изобразительном искусстве, ученик соцреализма, сделанный как раз Исаком Бродского, Бродского, вот, а она была жена Федора Павловича Решетникова, который написал, двойку, да, опять двойку, и, а Люба Решетникова училась, ну, наши родители были знакомы, потому что, ну, вы представьте, 20 человек, и родительские собрания, ну, в общем, все были знакомы. И, значит, Федор Павлович был тогда, вот я говорю, он был порторгом президиума Академии художеств СССР. Очень важная должность. Сейчас не понятно, что такое порторг, но я должен сказать, что это высокая должность была. И он позвонил, школа была при Академии, позвонил директору и сказал, принять в интернат Сашу Юльку. И меня приняли. И я был в мастерской, приходил просто к Федору Павловичу. И я уже говорил, что с Александром Павловичем Бумновым, который написал «Утро на Коликовом поле», я с первых классов ходил, почему он меня... Я сейчас не могу понять, почему. То есть, я не помню, но он своему сыну, Васе Бумнову, моему однокласснику, сказал, вот Сашу пригласи, и вы будете ходить два раза в неделю по таким-то дням ко мне в мастерскую рисовать после школы. А он стал обнаженным натурным. Для себя нанимал это натурничество. А мы еще младшими школьниками обнаженная натура женская вообще по-моему только если мужская начиналась в шестом классе. Всего семь классов в шестом, может быть, в пятом. Я уже не помню сейчас. не в первом, а во втором это вообще личинки. Но мы садились вместе с Александром Павловичем и рисовали. Он оставил какие-то натюрморты. Я помню, что я примеривал в 19 лет эту кольчугу. У него были настоящие шлемы, кольчуга. когда он делал эту картину, он собрал такую коллекцию, чтобы настоящих предметов. Кольчуга была чудовищно тяжелая для мальчика в 12 лет. Плечи все отвисало, потому что она была мне, конечно, до колен, но дело в том, что это очень тяжелый предмет, оказывается. Такой металлической рубахи. Проще говоря, эта элита была советского искусства, и я с ними был знаком. И они ко мне, и я им благодарен, потому что я помню их уроки. Александру Павловичу. Потом, когда мои родители уехали, скажем, на каникулы, дети из интерната уезжали, а мне некуда было уехать. И Александр Павлович брал меня с собой на Синеже, тогда была академическая дача. И мы уезжали с Васей, ну там была и Люба Решетникова, значит, другие дети художников, так сказать, на зимние каникулы, вот на Синеже. И в общем, во-первых, я с элитой советских художников, можно сказать, академиков, я с детства общался и был у них в мастерской, и они мне в какой-то степени, даже в прямой и в прямой тоже, вот если говорить про формализм, я помню замечательный момент, ну я не знаю, сколько мне было, ну скажем, там 13 лет, в мастерской на Нижнем Масловке, академический мастерский, колоссальный дом, там прекрасные мастерские, вот, Александр Павлович говорит, мне и Васе, хочу, чтобы вы немножко были формалистом, и достает вот такие альбомы, громадные альбомы, фототипическая печать, довоенная, это в два цвета, они с коричневым оттенком, такие, черно-белые, как бы иллюстрации, это фотографии древнерусских новгородских фресок, фресок 12-го, 12-го, 13-го, 14-го века, там, Феофан Грек, там, но, и очень ранние, 12-го века, Спаса Нередица, и так далее, я это все помню, но первый раз я видел, вот, в таких репродукциях со словами, что, хочу, чтобы вы немножко были формалистами, и показывают, да, нет, это не решетников, это Бубнов, говорил, и показывают нам фрески 12-го века, вот, представляете, какое странное сознание было, что средневековое искусство, византийское, это формализм, да, удивительно, вот, древнерусское искусство, иконопись, и так далее, вошли, может быть, да, это в какой-то степени было, потому что...